Краснодарский край с 2008 года является участником пилотных проектов Министерства финансов России. Занимается вопросами повышения финансовой грамотности школьников и студентов. В нашем регионе реализуются три программы, в рамках которых ежегодно проводится и финансовая олимпиада. Финансовые технологии очень серьезно развиваются. И для того, чтобы не отставать сегодня и идти в ногу со временем, конечно, обучение и повышение финансовой грамотности просто необходимо. Участвуют в финансовой олимпиаде 19 команд из городов Краснодарского края. А площадкой для проведения стал Сочинский государственный университет, победив конкурсы среди вузов края. Я очень рада, что именно на базе Сочинского государственного университета это мероприятие проходит. Потому что, безусловно, в нем принимает участие большое количество наших студентов, наших преподавателей. Это позволит более качественно и преподавателям продвинуться в своем понимании методических приемов работы. Ну и для студентов это тоже очень важные навыки. Сама молодежь говорит финансово грамотными быть сегодня модно. Это значит и знать больше, и быть более уверенными. Здесь, на олимпиаде, есть возможность познакомиться с ведущими специалистами в области финансов, которые, в свою очередь, тоже приглядываются к молодым кадрам. Финансовая грамотность – это такая штука, которую пощупать нельзя, но каждый ее ощущает буквально на каждом шагу в повседневной жизни. Если еще 5-6-7 лет назад никто не пользовался карточками, то сегодня их не только одна, но и две, и три, и несколько на каждую семью. Но самое главное – финансовая грамотность – это инструмент, который позволяет не только думать, но и улучшить свою жизнь в дальнейшем. Применять какие-то новые инструменты в жизни, которые могут сделать эту жизнь комфортной. Без финансовых знаний не обойти, считают организаторы олимпиады и предлагают студентам выполнение тестовых заданий и кейсов в течение 90 минут. А студенты уверены в финансе – это далеко не скучно и не сложно. Это то, что нужно в обычной жизни, чтобы добиться успеха. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.